Всем снова привет, с вами Дима, и как вы помните, в позапрошлом видео я вас просил построить какой-то новый режим игры и выложить этот уровень под названием Nellis GM. Собственно, прошло немного времени, вы построили довольно-таки много таких уровней, их получилось больше 100, и сегодня я решил в них поиграть. Собственно, да. Посмотрим, что из этого выйдет. Кстати, оцените освещение, ну, это же реально круто. Собственно, пишем Nellis GM, заходим на первый уровень, и, честно сказать, я его уже видел. Мне как-то кидали в донате этот уровень, я его немного посмотрел, и, честно сказать, я реально офигел. Давайте же посмотрим, что тут. Ну, сейчас мы увидим просто какую-то необычную волну, но смотрите, что происходит дальше. Что это такое? Это же просто капец, вот как это можно было реализовать в 2.1? Офигеть, что происходит? У меня аж голова закружилась. Блин, ну задумка реально крутая, я не знаю, насколько ты долго это строил, но, чувак, это круто, это реально круто. Короче, что я могу сказать по поводу этого режима игры или гейммода, я не знаю. Я где-то на 50% уверен, что это добавят. Я думаю, все вы уже знаете, что в новой версии 2.2 добавят триггер камеры, там, где можно будет приближать, отдалять, перемещать. И я думаю, делать поворот тоже можно будет. Ну, я, по крайней мере, надеюсь на это, потому что, если это робтот не добавят, это будет очень странно. Блин, просто представьте, сколько же всяких демонов можно будет реализовать с этим режимом игры, это же просто капец. Ладно, не буду долго тратить время на каждый уровень, потому что уровня у нас все-таки больше 100. И если я буду на каждый уровень делать такой акцент, то, я думаю, видео выйдет очень долгое. Так, следующий уровень у нас вот с таким вот пауком, ничего себе. Короче, тут заключается прикол в том, что при нажатии мы телепортируемся под блок и при этом меняем гравитацию. Ну, прикольно. То есть, реально, задумка прикольная, но я сомневаюсь, что ее добавят, потому что тот же паук, который, ну, очень просто в создании, он имеет очень много багов. А представьте, сколько багов будет на этом гейм-моде. То есть, это реально капец. Я сомневаюсь, конечно, что его добавят, но задумка реально крутая. Не могу поставить лайк, я уже поставил. Так, следующий уровень у нас супер мини-куб. Куб, на самом деле, да так себе задумка, потому что я бы понял, если бы ты создал большой куб, но, типа, есть уже мини-куб, есть стандартный. Но зачем делать супер мини-куб, почему бы не сделать большой? Вот, вот это реально прикольная задумка. Надеюсь, что когда-нибудь большой куб добавят, но, опять же, я очень и очень сильно сомневаюсь. Так, следующий уровень у нас. Вау. Вау. Блин, я не думал-то, что мои подписчики бывают настолько креативными. Вот как это вообще можно было придумать? Вот, ребята, вам когда-нибудь приходило в голову сделать такой гейм-мод? То есть, реально, это ж... Это ж сколько надо, блин, креативности иметь, чтобы такое придумать? Я сейчас без шуток, потому что, ну, я не знаю, типа, как этот гейм-мод, в принципе, можно называть и как его реализовать. Но, если его добавят, это будет очень круто и разнообразно. Конечно, то, что придется очень много джиттер-кликать, скорее всего, на каких-нибудь экстрим-демонах. То есть, вот так вот. Но, придется. Ммм, следующий уровень у нас вот такой вот с каким-то муравьем или че это вообще? Блин, это реально муравей? А нет, это... А, он стреляет, ничего себе. Это муравей, который стреляет? Ладно, конечно же, я уже понял, что это, скорее всего, какой-то танк либо что-то такое. Конечно, хотелось бы увидеть такой режим игры в каком-нибудь платформере, но... Тогда Geometry Dash превратится в какой-то шутер, учитывая то, что, скорее всего, в следующей версии добавят мультиплеер. Конечно, задумка реально прикольная, но, опять же, странно. Да, поставим Normal. Нормально. Так, следующий у нас гейм-мод вот такой вот. Тут надо нажимать вверх-вниз. И... Блин, ну, как мини-игра, это реально классно. Конечно, тут декорации так себе, но сама задумка, сам геймплей прикольный, да. Как режим игры, честно скажу, это не годится, потому что, ну, это не более чем мини-игра. Потому что, ну, представьте, как это можно будет импортировать, как новый режим игры в Geometry Dash. Ну, типа, как это вообще будет работать? Конечно, да, прикольно, ты старался. Я не говорю то, что эта задумка какая-то плохая, просто это не годится для режима игры. Это подходит для какой-нибудь мини-игры, и, в принципе, для нее задумка это классно. Если бы ты это еще задекорировал как-то очень круто, то, я думаю, ты даже получил бы рейд. Ой-ой-ой. Мне почему-то сейчас ностальгия словила, потому что я помню, видел видос от Квазара, там, где он создал вот такой вот уровень с таким геймплеем, и прошел его полностью. И, кстати, уровень оказался довольно сложным. То есть, не сказал бы, что эта задумка оригинальна, возможно, ты ее придумал сам, но я ее уже видел, поэтому для меня она не такая удивительная, и, собственно, да. Мне кажется, что в новую версию это не добавят, потому что все-таки сомнительная довольно-таки задумка. Опять же, спасибо то, что ты уделил свое время, придумал какую-то идею, но я это уже видел. На самом деле, в наше время сложно придумать что-то оригинальное, потому что все уже давно придумали. Но у некоторых людей все-таки получается это сделать, и я надеюсь, Nelly's Game этот не будет исключением, но это, опять же, исключение, потому что эту фишку мы уже много раз видели, ну, по крайней мере, я видел. Так, давайте уже найдем что-то прям реально интересное. И что у нас тут? Прыгать нельзя. Хорошо, а что мне делать? Давайте же посмотрим, что мне нужно делать. И что-то будет вообще или нет? Это обычное сканирование, как в каком-то амангасе или что? Ну, не знаю, в чем заключается тут идея, но реализовано это довольно-таки красиво, да. Нормально. Так, 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 что у нас тут? Что у нас тут? Ну, это чем-то отличается от обычной EFO-шки или что? Ну, да, скорее всего, это просто обычное EFO. Я не ошибался. И вот что касается декораций, они тут реально красиво. Вот видно то, что человек умеет строить. Мне интересно, у тебя есть какие-то креатор-поинты или нет? А, нету, ничего себе. Чувак, я тебе советую сделать в таком же стиле какой-нибудь уровень, и мне кажется, то, что его оценят. Ну, конечно, объектов тут немного не хватает. Хотелось бы побольше декорации, но то, что есть, это реально очень красиво. Так, следующий уровень у нас Нельс ГМ Мультижопа. Эм, да, странное название. Давайте же взглянем, что у нас тут за мультижопа. А, я понял, что за мультижопа тут у нас происходит. Так, дальше у нас идет какая-то прям очень маленькая скорость. Скорее всего, это и есть наша идея. И дальше у нас опять продолжается какая-то мультижопа. Блин, ну, чувак, классный уровень. Он действительно просто 10 из 10. Ой, какие 10 из 10? 12 из 10 просто. Ладно, короче, пошутили и хватит. Давайте пойдемте дальше. Так, следующий гейммод у нас. Вот такой вот, значит. Кто не понял, этот гейммод мы уже видели в прошлом видео. То есть, тут заключается прикол в том, что я могу взлетать. И в воздухе я могу нажать на кнопку, и меня телепортируют просто вниз. Вот. Ну, не совсем телепортируют, отправят просто с большой скоростью. Но, фу, короче, вы поняли. Так, и следующий уровень у нас вот такой вот. И это просто уровень, серьезно? Ну, типа, ребята, когда я вас прошу построить какой-то интересный гейммод. Новый. То стройте, пожалуйста, гейммод. Потому что тут, как бы, просто обычный уровень. Давайте я такие левелы буду просто пропускать. Потому что, если каждый уровень, который не является с какой-то идеей нового гейммода, я буду проходить. То этот ролик затянется, я не знаю, где-то на час. Так, следующий уровень у нас с таким вот вертикальным геймплеем. Или это горизонт... Нет, это вертикальный все-таки. Ну, мы этот геймплей, в принципе, уже видели. Кто не знает, есть такой приватный сервер 2.2. И там можно поиграть в такой геймплей. Ну, то есть, чувак просто воссоздал то, что будет в 2.2. И не сказать, что это плохо, но ничего тут, в принципе, оригинального нет. Но то, что чувак постарался, реально создал это в такой версии, это реально прикольно. Так, значит, музыка Sonic Blaster. И тут у нас... Угу. Хорошо. Короче, при нажатии наша волна подлетает, и дальше идет просто по одной линии. Но как мне, например, опуститься вниз? То есть, тут надо две кнопки тыкать или что? Не, вниз тут никак не опуститься. Это довольно-таки странно, потому что... Как это можно будет импортировать в Geometry Dash, по сути? Ну, мне кажется, никак. Либо тут придется нажимать две кнопки, что странно для Geometry Dash, потому что тут, типа, задумка в том, что надо нажимать всегда одну. Так, Comet Mode. Комета, короче. Как я понял. Не знаю, помню Old Foggy это или нет, но... Короче, когда не было еще волны, а волна, я напоминаю, появилась в версии 1.9, то в версии 1.7, 1.8 пытались люди строить вот такие вот геймоды, и это преподносили как волну. Поэтому, ну, чувак, считай, ты просто воссоздал волну с помощью UFO-шки. Так, что-то напомнил. Это у нас воробушки? Блин, а в чем заключается идея вообще? То, что это какой-то новый бэкграунд или что-то? Или то, что у нас волна летает? А, у нас волна какая-то странная, я только сейчас это заметил. А что с ней не так? Что это? Блин, ну, какой-то максимально странный уровень. Я даже не понял, в чем тут идея вообще заключается. Какие-то воробушки, какая-то волна со странным направлением. Какой-то финал странный. Чего? Так, давайте посмотрим уже какие-нибудь задизлайканные уровня. Что у нас тут? Nellis GM. 9 дизлайков. Почему-то у нас тут есть LDM и значок копии и High Detail. Ой, High Detail, а то что тут больше 40 тысяч объектов. Какой же геймплей можно было построить за 40 тысяч объектов? Нифига себе. А! А-а-а! То есть вот так вот. Чувак просто взял, скопировал этот уровень и выложил. Серьезно? Под названием Nellis GM? Чего? Блин, ну ребят, зачем вы такое делаете? Вот просто какой смысл? Ты, конечно, да, ты попал в видос, ты, скорее всего, добился того, чего хотел, но просто зачем? Ладно, давайте посмотрим другой задизлайканный уровень. Тут у нас, наверное, опять что-то подобное. Ну, да, я не ошибался. Короче, вот такой вот видос получился. Ставьте лайки обязательно. Давайте наберем 10 тысяч лайков, потому что YouTube по-прежнему не выпускает меня с теневого бана. Поэтому, да. Пишите какие-то комментарии от 5 слов, что-то подсказывайте, либо критикуйте. И, в общем-то, да, я буду заканчивать. Хочу вам всем пожелать с наступающим Новым Годом. Надо сделать по-другому. Короче, вот, всех с наступающим. Желаю вам удачи в следующем году. Кстати, на втором канале скоро выйдет новый видеоролик. Новогодние ответы на вопросы. Впервые за всю историю моего канала я буду отвечать на какие-то вопросы моих подписчиков. Поэтому обязательно заходите на второй канал и смотрите. Ну, а я заканчиваю. Всем пока.